всем привет я александр гужов как вы знаете я много фотографирую и иногда время от времени веду какие-нибудь курсы где рассказываю фототехники о фотоаппаратах о том как снимать что снимать и как все это делать первая часть моей речи будет состоять из разговора про фототехнику вот здесь вот перед вами выложены четыре экземпляра того чем можно снимать это мобильный телефон это маленькая компактная камера это зеркалка из разряда полупрофессиональных и большая профессиональная зеркальная камера который очень часто работает у нас в основном профессионала тем не менее всем этим можно и нужно фотографировать создавать хорошие фотографии если этим умело пользоваться для того чтобы этим умело пользоваться нужно знать как все это работает из чего это состоит и что зависит от чего тот же самый телефон или простая компактная камера они тоже могут делать очень хорошие картинки просто нужно учитывать эти нюансы но если начнем от простого будем придвигаться к сложному то фотоаппараты которые содержатся в телефонах они характеризуются очень маленьким объективом очень маленьким размером светочувствительной матрицы которая внутри содержится фокусное расстояние объектива как правило не изменяется то есть у нас есть только цифровой зум можно в некоторой степени приблизить или удалить картинку используя движки и камеры довольно большой экран бесшумная работа идеальный инструмент когда нужно сделать быстро картинку достав ее из кармана особенности что такие штуки хорошо работают в основном при естественном свете скорее чаще всего на улице второй представитель фотографической техники это компактные камеры или иными словами мыльницы которые позволяют делать картинку гораздо лучше чем чем телефон и отличается уже переменным фокусным расстоянием то есть объектив из выезжает из из камеры позволяет приближать или удалять картинку в нужном вам диапазоне характеризуется чаще всего несменной оптикой то есть объектив не нет не отделяется от камеры достаточно тихо бесшумно работает дальше идут более сложные устройства более тяжелые более заметные при работе ну и более надежные и с лучшим качеством это зеркальная техника со сменной оптикой которых объективы можно менять объективы на таких камерах бывают с постоянным фокусным расстоянием вот как вот этот вот или с переменным фокусным расстоянием как вот такой объектив на на вот этой вот чуть побольше камере соответственно опять же что позволяет вам либо приближать либо либо удалять картинку от вас компактные камеры от зеркальных отличаются своим устройством самое основное что зеркальные камеры позволяют видеть картинку через систему систему зеркал через видоискатель реальную картинку которую только что который вам предстоит сфотографировать в компактных камерах иногда видоискателя нету и картинку вы видите на на маленьком экранчике сзади и чаще всего она тоже будет практически такой как как будет сфотографирована но с учетом некоторых нюансов например запаздывание картинки вы никогда не будете знать точно когда когда вам нужно нажимать на кнопку потому что на экранчике вы видите картинку действия которого которое уже произошло на самом деле поэтому зеркальные камеры как правило более оперативные но и за счет того что у них оптика гораздо большего размера они дают картинку гораздо лучше чем чем маленькие компактные камеры из того что вам нужно знать в устройстве камеры что в большей степени на качество картинки будет влиять оптика которую вы прикрутите на свой фотоаппарат если мы говорим о фотокамерах уже побольше выбирайте объективы получше подороже и и будет вам счастье что если говорить о зеркальных камерах об их устройстве то в принципе они дают довольно адекватную картинку даже в любительском классе и не обязательно брать камеру которая будет с очень очень большим ценником камеры профессионального класса характеризуется в основном своей надежностью и скоростью работы то есть для того чтобы сделать хорошие фотографии на каких-нибудь мероприятиях не обязательно брать очень надежную очень быструю скорострельную камеру достаточно простой любительской или полупрофессиональной камеры стоимость который начинается где-нибудь от 600 евро и скажем самых простых объективов которые позволяют вам работать не особо сильно передвигаясь по площадке если вам нужно с одного места запечатлеть фотографии общего плана и и более крупного плана как правило чем поле но камера чем более нова камера тем лучше будет качество то есть если вы будете брать использованные камеры или очень старые тогда вы рискуете получить результат не не очень удовлетворительный если говорить подробнее об оптике которая накручивается перед перед фотоаппаратом то могу рекомендовать иметь своем арсенале хотя бы один фиксированный объектив светосилой 1418 но скажем любительский или продвинутый класс который позволит вам снимать практически при комнатном освещении то есть без без вспышки без какого-то внешнего света или естественного света объективы китовые объективы которые как правило продаются со всеми любительскими камерами позволяют хорошо снимать как правило в условиях естественного освещения то есть на улице и если вы планируете снимать достаточно большом количестве внутри помещения то рекомендую приобретать вспышку потому что того света который будет помещение как правило недостаточно для для хорошей картинки могу дать один совет относительно фототехники если вы хотите делать хорошие фотографии и фотографии которые будут привлекать внимание других людей к вашим материалам то не экономьте на фототехнике лучше под накопите денег и купите хороший фотоаппарат с хорошим объективом это не значит много тысяч евро или долларов это значит несколько больше чем стоимость компактной какой-то мыльницы и вы увидите разницу действительно она того стоит за сильно верно техники все спасибо спасибо и Продолжение следует...